Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А тем временем СМИ пишут о том, что около 15 российских офицеров отстранили от службы или отправили в отставку. Еще 13 человек задержали для допроса, некоторых позже отпустили. Об этом в частности сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Как утверждается, чистки в рядах российской армии связаны с желанием Кремля убрать всех нелояльных военных после мятежа Евгения Пригожина. При этом, как пишут журналисты газеты, ФСБ задержала генерала Сергея Суровикина и еще нескольких высокопоставленных офицеров всего через несколько часов после начала мятежа ЧВК-Вагнер. Источники Wall Street Journal говорят, что Суровикин знал о планах Пригожина, но не принимал участия в походе на Москву. Общественная наблюдательная комиссия Москвы пишет, что Суровикина нет ни в СИЗО «Матросская тишина», ни в Кремлевском централе. В конце июня также сообщалось, что генерала не нашли ни в одном из московских СИЗО. 12 июля глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картопулов рассказал, что Суровикин сейчас якобы отдыхает и пока недоступен. Ну а подробнее о том, что же сейчас происходит в российской армии, мы поговорим с подполковником Запаса, ветераном войны в Афганистане. И сейчас российским оппозиционным политикам Сергей Гуляев присоединяется к нашему эфиру. Сергей, доброе утро. Доброе утро. Сергей, ну вот относительно недавно мы с вами уже обсуждали ситуацию с генералами после мятежа Пригожина, но тогда чистки были только предполагаемыми, ожидаемыми. Сейчас это уже реальность, и вот одной из главных фигур стал генерал Попов, которого отстранили за критический спич в адрес Минобороны. Что вы знаете об этом человеке? Я знаю, что генерал уважаем в войсках, что он там не прячется за спиной солдат, что он бывает передовой. И один из немногих авторитетных генералов в армии был ранен, когда командовал бригадой при еще начале войны в Украине. И вообще, по-моему, на мой взгляд, достойный человек, честный человек. Не знаю, достойный или нет, но честный это точно. Абсолютно что. Очевидно, что генерал совершил поступок, назвал вещи своими именами, признал, что армия не боеспособна, что не может воевать в таких условиях. И, собственно, вот те тезисы, которые он там озвучил о том, что отсутствует контрбатарейная борьба. Он подтверждает лишь те слова когда-то Пригожина, когда тот просил снаряды, а снарядов не было. Ну, очевидно совершенно, что на фронте не хватает артистических снарядов. Там есть усталость, нет ротации, бессмысленная гибель личного состава. Понятно, что победу в окопах не высадишь, а с голой жопой на танке идти тоже невозможно. Поэтому генерал честно рассказал, что происходит в нашей армии. И спасибо ему за это, хотя это поступок. А что вообще происходит в российской армии сейчас на фоне этого мятежа неудавшегося? Что это за отставки, за допросы, за задержания? Ну, понимаете, вообще боевой дух армии сегодня настолько низок, что она не способна никаким боевым действиям. И понятно, что при этом в армии нужно понимать, я общаюсь с вами коллегами, офицерами, которые еще служат. И они просто презирают и министра обороны Шойгу, и трусливого генерала Герасимова, который не может назвать вещи своими именами. Сказать то, что Россия не может выиграть эту войну и, в принципе, длит только, собственно, боевые действия, бессмысленно сжигая своих собственных солдат и уничтожая инфраструктуру и население Украины. Собственно, Попов сказал очевидное. Король голый, и армия наша небоеспособна сегодня и не может вести боевые действия. Нужно как можно быстрее прекращать бессмысленную войну. Ну, может быть, он не в таких словах, но очевидно совершенно. И это поддерживает большинство в армии, уже не только, скажем так, офицеров, но уже и солдат, которые понимают бессмысленность и очевидный тупик вообще в этой войне. Но раньше очевидные вещи на фронте говорил обычно Евгений Пригожин. И в таких достаточно красочных словах сейчас его место уже занимают какие-то российские генералы. Одним из них стал Попов. Как вам кажется, если этих генералов станет больше в ближайшее время, может ли мятеж повториться, но уже не из каких-то наемников, какого-то ЧВК непонятного, а уже из генералов и солдат регулярной армии? Значит, что бы я хотел видеть, вот следующим шагом, это то, чтобы вслед за Поповым, скажем, в отставку подал весь штаб 58-й армии. Вот просто все офицеры написали рапорта и сказали, что мы поддерживаем нашего генерала, мы понимаем, что он действительно беспокоится о том, чтобы бессмысленно не гибли люди на фронте. Чего стоять, держать, чего там держать эти позиции, зачем держать эти окопы под архивистским огнем, когда это никакой абсолютно выгоды не несет тактической или стратегической. И если бы после этого поступка, скажем так, шепотал в отставку весь штаб 58-й армии, потом отказались участвовать в боевых действиях офицера, для начала хотя бы, сказать, что мы не будем, у меня есть приказ сберечь личный состав, я отвечаю за вот этих людей, которые у меня в подчинении, я не буду их бессмысленно уничтожать. Одно дело, там Пригожин с своими зэками, мне есть жалко этих людей, а тебе офицеру, тебе командиру смотреть в глаза этим матерям потом, как ты будешь ему объяснять, почему у тебя там гибли сотнями, десятками и сотнями твои подчиненные. Ну, странно, в принципе, что этот вопрос возникает только спустя полтора года ведения войны, но давайте все-таки вернемся. Я об этом, кстати, говорил на следующий день, буквально после начала войны, вот в нашем воззвании ветераны за мир. Ну и может быть, но я говорю о офицерах, действующих российской армии, в том числе о генерале Попове. Но вот вокруг отставки Попова разгорелся в Госдуме, в принципе, настоящий скандал, и можно предположить, что политики, депутаты, наверное, все-таки действительно переживают, что вокруг вот этой истории с его отставкой могут возникнуть какие-то волнения в российской армии. Как вам кажется, насколько это все-таки вероятно? Это то, что я вам сейчас рассказал, сценарий, что бы я хотел видеть, и что я ожидаю, на самом деле, увидеть в офицерской среде после отставки генерала Попова. И, конечно же, эти ребята там в Госдуме просто с задницы чувствуют, что припекать начинают, да, что когда увольняются единственные там, может быть, какие-то вменяемые офицеры, генералы, да, командующие, остаются вот эти паркетные там шаркающие генералы Герасимова, там, маршалы Шойгу, которые там ни дня не служили в российской или вообще в любой армии, да, в советской армии, в российской армии. И они должны понимать, что действительно начинают припекать, да, и там, в принципе, может на фронте так статься, что в один день просто офицеры решат, вообще, в принципе, все военные решат саботировать эту войну, чему, собственно, я тоже призываю, там, не выполняйте эти преступные приказы путинские, не стреляйте в украинцев, отходите. Если у вас есть возможность, там, вы там наводите ракеты или еще что-то, то отведите эти ракеты, там, от городов, от населенных пунктов, запустите их в поле, запустите их в лес куда-то, но не надо стрелять по населенным пунктам, по городам, убивать мирное население. Вот, собственно, я к чему призываю коллег-офицеров своих. Если у вас остались еще какие-то зачатки офицерской чести, то вы должны понимать, что вы воюете сегодня с народом, не с какими-то нацистами, а уничтожаете мирное население, детей, женщин, стариков. И разрушаете инфраструктуру, за которую придется потом платить всей стране нашей. Очевидно совершенно, что это придется делать. Продолжение следует...